Всем привет, друзья! Сегодня я бы хотел рассказать всю правду о Smart TV, о Smart телевизорах. Итак, поехали! Хочу на личном опыте вас убедить. Если вы купили Smart телевизор, там есть разъем для Ethernet кабеля, значит, RJ45 называется. Короче, для обычного интернет кабеля разъем. И вот, пожалуйста, проведите интернет, вот этот кабель проведите и подсоедините телевизор. Тогда он будет показывать хорошо и Full HD, и 4K. Не передавайте картинку по Wi-Fi, потому что зачастую будут проблемы. Это поверьте мне, значит, случалось не раз и у меня, не раз случалось и в доме родителей. И я, значит, посмотрел тоже несколько обзоров. Там люди говорили о том, что по Wi-Fi, особенно 4K, это не получится. Какой бы у вас не был хороший роутер, какой бы у вас не был хороший интернет, в свое время вот в соседней комнате я проводил даже эксперимент. Смотрю, картинка, все, ну, перебои, да, по Wi-Fi передается картинка, и все повисло изображение. Ждешь, думаешь, ну, наверное, просто не пробивает Wi-Fi уже. Удлиняешь провод, прямо ставишь роутер прямо напротив телевизора, и абсолютно все то же самое, значит, происходит. Почему это происходит? Тут уже можно размышлять. Говорят, что если на одинаковых каналах, значит, роутеры у вас и у соседей, а соседей у вас может быть там 20, понимаете, так как мы все привыкли жить в домах, да, у каждого самый крутой роутер, который бьет на весь район. И, соответственно, этот роутер, ну, может глушить, ну, если они на одинаковых частотах, есть такое мнение, что они будут глушить друг друга. Друзья, и я это примерно, в общем-то, и подтвердил, когда проверил по Wi-Fi аналайзеру приложению, и увидел, что действительно прям сигнал у соседа чуть ли не выше от роутера, чем который мой роутер передает. Это уже должно говорить о многом. Ну, и, друзья, что еще хотелось бы сказать, что после того, как я подсоединил по Ethernet кабелю, еще раз обычный разъем к телевизору подсоединил, все, проблемы пропали. И с 4К нет проблем, и с Full HD или 1080p, все отлично показывает. Я даже забыл, что такое перебой, я забыл, что вообще передается сигнал, я забыл, что телевизор может повиснуть там, да, и так далее, и тому подобное. Вот, друзья, вот, собственно, и все. Причины, почему по Wi-Fi, друзья, ну, потому что это радио, радиосигнал, да, просто определенного, определенной частоты и так далее. И, конечно, он неплох для телефона, да, мы можем не замечать, когда скорость просаживается, но для телевизора это бывает очень плохо. Друзья, ну, я не знаю еще, что сказать, значит, в приставке, значит, Mi Box S, да, там вообще нету разъема Ethernet, вот, есть в Apple TV разъем Ethernet, да, а вот в Mi Box S такого нет, то есть он только по Wi-Fi. И это проблем многих сулит, сулит проблем многих. Друзья, ну, ладно, ну, вот, собственно, и все. Надеюсь, вам видео было полезно. Ссылок никаких не будет в описании. Всего доброго всем, пока, до свидания.